И все, привет, ребят, с вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзор устройств из командных контрактов, и сегодня вместе с вами настал тот самый день, когда мы протестируем легкий корпус со спасателем и посмотрим, что же он может показать в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Если вы ждали видеоролики, если вам вообще нравятся видеоролики игрового формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте Кистенте Маличный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного устройства, да, то у нас в командных контрактах есть целых 3 устройства на спасатель на легкие танки, это ВАСП, это Хорек и это Хоппер. В моем понимании, наверное, ВАСПика сейчас реализовать можно жестче всего, поэтому попробуем протестировать именно этот корпус, ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Что касаемо пушки, то, чтобы у нас пушка не повторялась с предыдущими обзорами, то возьмем мы сегодня фриза, ой, жигу, возьмем жигу с пульсарчиком, возьмем вот такую вот интересную комбинацию, на ВАСП у меня есть вообще демоник скин, да, есть, вот такой вот ВАСПа фриз демоник мы возьмем и на него мы берем как раз таки спасателя. Под это все дело мы берем ловкача и отправляемся в лучший режим для реализации спасателя легкого корпуса, это, конечно же, штурм за атаку, где будем пробовать из этой комбины выжимать просто максималочку и за счет дополнительного сейва как раз таки будем стараться оформлять лютый контент. Можно еще под эту комбинацию взять защитника, да, можно взять защитника, тогда вы потеряете немножко в скорости, но зато у вас будет возможность еще более долгой жизни, то есть у вас будет броня суперсильная, у вас будет дополнительная аптека и будет своя еще аптека, да, то есть по сути у вас будет вообще тройная сила. Так, как я попал в регби я не знаю, но карта хорошая, карта хорошая, поэтому остаемся, можно и в регби реализовать. Конечно, в штурме за атаку было бы поприятнее, было бы пожестче, но по сути, наверное, даже и этот режим будет смотреться очень и очень неплохо. Что касаемо спасателя, в принципе, да, на легкий корпус, я считаю, что это хорошая темка, да, она точно будет работать в плюс в CTF, в захвате флага, ну это как бы одно и то же, в штурме за атаку и в регби. То есть в этих режимах такая комбинка будет смотреться просто великолепно, будет плюсово уносить оппонента, ну и плюсово будет вас дополнительно сейвить. Поэтому я думаю, что те ребята, которые являются любителями легких корпусов, спасатель, ну в целом, очень и очень неплохая тема. Ну а если вы еще и голдолов, то, например, хопера со спасателем я бы вам тоже рекомендовал взять, потому что вы будете выдерживать максимальный урон от оппонента и сможете тоже очень круто это дело реализовывать. Поэтому спасатель под легкие танки в этом ключе смотрится очень и очень неплохо. Вот сейчас я, например, прожал свою аптечку, если бы мне прилетел бы еще какой-нибудь супер большой максимальный урон, так я бы еще бы дополнительно выжил бы от спасателя. То есть я бы все равно при любом раскладе эту бы доставочку оформил, да, то есть вот сейчас, например, по мне максимальный урон прошел, спасатель меня бэмс подсейвил, я еще выжил момент и еще дополнительный урон нанес. То есть в этом ключе спасатель смотрится прям супер круто. Ну, наверное, в моем понимании на легкий корпус есть на сегодняшний момент два лучших устройства, да, то есть это либо спасатель, это либо подрывник. Все, другого не дано. Подрывник тоже вкусно работает, но если вы хотите дольше жить, то подрывник вам не нужен. Да, для более долгой жизни вам нужен спасатель. Спасатель даст вам как раз-таки этот плюс, даст эту возможность, ну и вы будете уже комфортно и жестко себя чувствовать в рамках матчмейкинга. 300 очков у меня уже в рамках этого боя, две доставки соло я оформил. Ну, одну, конечно, от штока до штока, но в любом случае тоже неплохо. Так, и наши тиммейты пытаются оформить еще одну доставочку. Сейчас как раз-таки по шафтецке мог бы по мне нанести урон. Я бы выжил за счет спасателя, но он по мне урончик не наносит. Соответственно, мы врываем. Гаус дает мне урон, дает мне еще урон. Вот спасатель тот самый заветный меня сейвит. И успеваю за счет чисто спасателя, за счет чисто спасателя, успеваю выжить и доставить еще один мяч. Не было вообще спасателя, я бы 100% этот бы мяч не ставил, да. Поэтому здесь в моменте под сейвик этот работает прям супер круто. И у нас счет уже 3-0. Будем пытаться сейчас врывать под четвертую доставку. Будем пытаться здесь врывалово оформлять. Спасатель сейвит. Добавляю сверху свою аптечку. Лучше, конечно, реализовывать сначала свою аптеку, потом спасателя. Тогда у вас будет еще больше возможностей выжить. Но можно и так, можно и в обратном порядке тоже реализовывать этот момент. 4-0. 4-0 за 4 минуты. Идеальная комбинация, идеальная врывалово. Да, может быть вы скажете, что тут не сильный противник у нас попался. Но в принципе я бы сказал, что противник вполне себе неплохой. Да, мои тиммейты, например, доставить мяч крайне-крайне им сложно это сделать. Да, то есть мне было бы тоже крайне сложно бы это все дело оформить. Но за счет дополнительного спасателя, 2, как минимум, может быть даже 3 доставки, я сумел выжить. Да. И это очень и очень круто, когда есть такая возможность. Так, у нас следующий мяч уже респуется. Пробуем играть под него. Спасателей, кстати, в матчмейкинге стало тоже значительно больше. Так, я, если получается, спасателя до этого реализовал. То есть у меня сейчас спасателя нету, я правильно понимаю? Да. Нету, сейчас бы еще бы бомбочку бы эту вкусную под четверых, если бы успел бы прожать. Было бы прям вообще максимально вкусно. Было бы прям максимально вкусненько, но, к сожалению, я не успел. Я немножко не успел. Так, воевода. Воевода тянет. Куда он тянет? Что у него за мега-крутые траектории? Пробуем взять шире. Попробую сейчас ворвать отсюда. Но наш тиммейт и так ставит. Ничего себе. У него и так получилось доставить. Ставим бомбочку по троих. Шикарнейшая бомба реализуется. Ну и наш тиммейт доставляет шестой мяч. 565 очков за полбоя. Более 1000 очков можно рубить с катки на такой комбинации, что является очень и очень хорошим результатом. Играем под еще один мяч. Ну и похоже дело, делаем вкуснейшую досрочку, наверное. Да, спасатель у меня есть еще на подсейвик. Есть еще и зида дополнительная на подсейвик. Спасает меня, к слову, сейчас спасатель от подревничка. Ну ладно, сейчас еще немножечко может быть противник... Нет, не подефает. Все. Катка заканчивается. 15 килов за 6 минут боя. 15 килов за 6 минут боя и 600 очков. То есть за полный бой в таких катках есть возможность зарабатывать по тысячоночке. Вообще в легкую. Просто в легчайшую по тысяче. И реализовывать комбинацию. То есть регби, захват флага, штурм за атаку во всех этих режимах. Вот подобного рода комбинация. Либо вас по жига со спасателем, либо вас по фриз со спасателем. Будет смотреться идеально круто. Для сравнения, хоппер будет лучше смотреться под ловлю золотых ящиков. Ну и то, так же самое хоппера можно реализовать в этих же самых всех режимах. Захват флага, регби и штурм за атаку. Так еще и можно будет его попробовать реализовать в голдовых режимах. Да, за счет того, что у вас будет еще одна дополнительная аптечка с подсейвом. Но я решил хоппера не брать, чтобы у нас был не летающий корпус. Ну а так, вы в рамках этого ивента можете взять и хоппера с ивента. И, к слову, я даже задумываюсь о том, чтобы я тоже взял этого замечательного хоппера с ивента. Считаю, что это будет очень и очень хорошее вложение. Пишите, что вы думаете по поводу спасателя на легкий корпус. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!